Нападение на посольство Израиля в Иордании. Убиты двое граждан этой страны, ранен охранник дипмиссии. В Турции эвакуируют израильские диппредставительства, а в самом Израиле столкновение и теракты. Все это из-за так называемого кризиса храмовой горы, который пытается разрешить уже Совбезон. Все подробности знает Сергей Услендер. Нападение произошло не на территории посольства, а рядом с ним в доме одного из работников дипмиссии. Иорданский рабочий, который собирал купленную мебель, напал с отверткой на израильтянина и ранил его. Пострадавший, оказавшийся сотрудником службы безопасности, открыл огонь и застрелил нападавшего и другого иорданца, который находился рядом. Оба скончались. Израильский гражданин был немедленно эвакуирован на территорию посольства. Сейчас оно оцеплено военными, вход и выход заблокированы. Мы стояли в супермаркете, который находится у ворот посольства. Всегда там покупаем продукты. Мы с друзьями услышали звук скорой помощи рядом с посольством и вышли посмотреть, что происходит, но ничего не было видно. Тогда мы подошли поближе, пошли к воротам и увидели там ярданских сотрудников службы безопасности. Они закрыли барьер и никого не пускали. Ярданские власти требуют выдать стрелявшего охранника для допроса. Иерусалим отказывается, ссылаясь на Венскую конвенцию о неприкосновенности дипломатов и сотрудников посольств. Наметился серьезный кризис в отношениях двух стран. Я дважды говорил этой ночью с послом Израиля в Ярдании и сотрудником службы безопасности. Я обещал охраннику, что мы позаботимся о возвращении его в Израиль. Мы уже предпринимаем усилия в этом направлении. Посол Ярдании в Израиле прибыл утром в Министерство иностранных дел. Мы просим его помочь в решении вопроса. В Турции в крупных городах серия нападений на синагоги. Израильские диппредставительства в этой стране закрыты. Их взяли под усиленную охрану, а семьи дипломатов спешно эвакуируют. Обстановка в Израиле вокруг него обостряется. Ночью территория страны вновь была обстрелена из сектора газа. В ответ армейская артиллерия открыла огонь по позициям Хамас. В городе Петахтиква араб с ножом напал на прохожего и тяжело ранил его. Терроисты обезвредили обычные граждане. Все это кризис Храмовой горы, который продолжается уже почти неделю. И привел к гибели и палестинцев, и израильтян. Но власти по-прежнему отказываются демонтировать металлодетекторы. Сегодня Совет Безопасности ООН обсуждает проблему Храмовой горы. А в Израиль летит специальный представитель президента Трампа Джейсон Гринблотт. Его цель урегулировать кризис, который грозит Ближнему Востоку новой войной. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Продолжение следует...